МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый водопровод, свежие асфальтовые покрытия и современные спортивные объекты. Сразу несколько республиканских целевых программ реализуются в селении Кюндерен. Кавказские игры. Обратный отсчет дан. На площади Абхазии начали установку национально-этнографических подворий. Все выборы в Российской Федерации теперь будут проводиться в единый день голосования. Приводит сегодня агентство «Интерфакс» слова главы Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина. Днем голосования выбрано 2-е воскресенье сентября каждого года, начиная с 2013-го. Напомним, в начале июля законопроект уже был принят Госдумой, однако Совет Федерации его отклонил. Позднее согласительная комиссия из представителей обеих палат Федерального собрания подготовила окончательный текст документа. Между тем, представители оппозиционных фракций Госдумы настаивали на том, чтобы отодвинуть единый день голосования на более позднее время, ссылаясь на то, что партиям придется вести свои избирательные кампании в период летнего затишья. Однако парламентское большинство не учло эту позицию. В нынешнем же году единым днем голосования считается 14 октября. В этот день в Кабардино-Балкарии будут выбирать главу администрации поселка Эльбрус и депутата на одном из избирательных участков селения Кашхатау. Также определится новый состав Совета местного самоуправления в селении Сармакова Зольского района. Минтранс Республики решил упорядочить перевозки пассажиров. Соответствующее постановление за подписью министра опубликовано в последнем номере официальной Кабардино-Балкарии. Документ детально расписывает последовательность действий при открытии, закрытии и изменении межмуниципальных и межсубъектных автобусных маршрутов. Инициировать новые рейсы или изменить уже существующие могут местные власти и сами перевозчики, в том числе и индивидуальные предприниматели. Разумеется, при условии, что смогут обосновать свои предложения, то есть представить разработанную схему, данные обследования пассажиропотока и соответствие нового маршрута требованиям безопасности дорожного движения. Последнее, кстати, должно быть подтверждено актом специальной комиссии. Сами пассажиры тоже могут участвовать в этом процессе. Для этого им нужно в письменной форме обратиться в министерство. Рассмотреть предложения в профильном ведомстве должны в течение 30 дней. Другим положением не менее подробно определена процедура замены водителей и транспортных средств на регулярных маршрутах. Еще один ведомственный документ прописывает нюансы проведения служебной проверки по отношению служащих Минтранса. Сто и более центнеров с гектара для кукурузоводов Кабардино-Балкарии – это уже не предел. Благодаря внедрению новейших технологий выращивания богатырской культуры ежегодно удается собирать рекордные урожаи. Однако посадить и вырастить – это только пол-дела, признаются земледельцы. Чтобы считать сельскохозяйственный сезон действительно удачным, нужно вовремя и выгодно реализовать собранное зерно. О достижениях и заботах аграриев – материал нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Сейчас земледельцы, в том числе и арендаторы Стерского района Мухарби-Буздов, еще не знают, как сложится цена на килограмм действительно золотого зерна через месяц-два. Если вопшить все экономические выкладки, в конечном результате кукуруза обходится на 30% дороже, чем пшеница. И, увы, не всегда удается укупить затраты. Этот год оказался удачным, и погода не подвела, и пассивную кампанию провели организованно. И площади под кукурузу в районе увеличили до 24 тысяч гектаров. В истории района столько площадей никогда не засевалось кукурузой. В текущем году так получилось, что и площади большие, и урожай радует наших земледельцев. В среднем получаем от 6 до 9 и более тонн с каждого гектара. Посеянные различными гибридами отечественной импортной селекции. На своих 250 гектарах Мухарби-Буздов с тремя братьями высадил американские и российские сорта кукурузы. Семена приобрели в научно-исследовательском институте Краснодара, с которым наши земледельцы тесно сотрудничают. Результат – 8-9 тонн зерна с гектара. Давно не было такого обилия богатырской культуры, говорят терские земледельцы. И на богоре, и на поливных участках урожай кукурузы просто отменный. И что особенно радует терских земледельцев – это качество початка. Посмотрите сами – золотистый, чистый, без каких-либо изъянов. Отличный корм для сельхозживотных и для птиц. И не только. Из этого зерна можно произвести и другую сельхозпродукцию. Факторов, стимулирующих плодотворные работы земледельцев, сейчас много. В том числе выделение субсидий на развитие кукурузоводства. И не простого, а элитного. Кроме того, многие арендаторы, имея пахотную площадь, не имеют собственной техники для ее обработки. Тут на помощь приходит специализированная мобильная бригада, созданная Минсельхозом Республики. Комбайнам тоже, эти организации нормально помогают. Как всегда, вовремя приходят, помогают. Шоферов тоже нанимаем, тоже зарплату им даем. Сколько человек сможем, тоже столько нанимаем. У меня даже трактористы тоже наемные. Вот так, кроме производства сельхозпродукции, ориентаторы из Дейского помогают силу еще и обеспечивать жителей работой. И нынешний успех местные кукурузоводы связывают не только с благоприятными погодными условиями. Ориентаторы уже научились выращивать эту кукурузу. Традицию возродили. Сейчас вносят необходимое количество минеральных удобрений и с осени, и с семенами, и в подконку. Также технология улучшилась. Сортовой подбор стал более качественным. Остаться в накладе терчане не боятся. Их зерно востребовано переработчиками. Уже есть заявки из Москвы и центральных регионов страны. Это неудивительно, ведь районированные в Кабардино-Балкарии сорта богатырской культуры дают возможность при любых погодных условиях получать высокие урожаи. Сафар Гиреев, Анатолий Гиреко. Вести Кабардино-Балкария. В Зольском районе продолжается реализация республиканской целевой программы реформирования ЖКХ. В ее рамках новую автономную котельную установили в средней школе номер 2 селения Малка. До этого общеобразовательное учреждение отапливал агрегат, который был установлен еще в 60-е годы прошлого столетия. За это время оборудование износилось практически на 80%. Новую блок-модульную котельную установили прямо во дворе школы, соблюдая при этом обязательные технические условия. Выстроить здание помогла администрация района. На закупку котлов и сопутствующей аппаратуры итальянского производства из казны республики выделили без малого 2 миллиона рублей. Специалисты, которые будут обслуживать объект, уже прошли профподготовку. Котельная составляет около 460 кВт. Данная мощность рассчитана с запасом. 60% данной мощности котельной обеспечивает 100% тепловой режим в данной школе. 100% это резерв мощности при случаях резких перепадов температуры. Рассчитано на это. Замена отопительного оборудования в районе ведется с 2007 года. Помимо повышения безопасности, децентрализация котельных выгодна и с экономической точки зрения, говорят в администрации муниципалитета. Замену устаревших объектов осталось произвести в 9 населенных пунктах. На улучшение качества и повышение уровня жизни сельчан направлены и несколько проектов республиканского масштаба, реализуемых в Эльбрусском районе. Благодаря им в селении Кюнделен жители нескольких улиц до последнего времени, вынужденные ходить за водой далеко к роднику, получили новый водопровод. По еще одной целевой программе идет реконструкция главной улицы населенного пункта. О том, как меняется жизнь на селе, расскажет Осман Казаков. На Родниковой Женета Малкарова живет уже около 20 лет. Водока своего символичного названия улица до последнего времени не оправдывала. За водой каждый день приходилось ходить до горного источника. Это хорошо, что мы рядом живем, а люди, представьте себе, приезжали откуда, чтобы брать такую чистую воду для питья. Теперь в Кюнделене такой проблемы нет. За три года реализации республиканской целевой программы модернизации жилищно-коммунального комплекса заменено около 40 километров ветхих водопроводных сетей. В этом году проложено еще более тысячи метров по улицам Ветеринарная и Родниковая. Привычных водонапорных башен в селе нет. Потоки горных родников собираются в так называемые каптажные камеры. Уже отсюда чистая вода, не требующая никакой фильтрации, поступает в трубы. Все они уже под землей, поэтому показать их мы не можем. Помимо сохранения уникальной чистоты горной воды, такая система водоснабжения имеет еще одно немаловажное преимущество. Для содержания водонасосной башни нужна электроэнергия, нужны насосы, все-все-все это. Автоматически это все уменьшает затраты, естественно, для самоотечественной воды это выгодно. И самое главное, она уменьшает значительно себестоимость воды, потребляемой каждым жителям этого населения. В этом году на замену ветхих водопроводных сетей в Кёндалене затрачено более 1 миллиона. Еще 24 из республиканской казны выделено на решение уже другой проблемы. Полным ходом идет асфальтирование главной улицы села Ленина. До сих пор, чтобы выбраться из села, объехав все рытвины и ямки, автомобилистам требовалось практически столько же времени, сколько занимает дорога до Нальчика. К километражи у нас будет 6,8, Ленина, вся улица Ленина будет заасфальтирована. Около 3 километров уже сделано. Кроме прокладки асфальта у них есть каналы, водопроводные русла, то, что стекает с гор, вот эти каналы сделать. Если погода не помешает, полностью завершим дорогу планируем в октябре. К этому времени сдадут и другой объект. Кровля спортзала первой школы уже заменена, осталась внутренняя отделка. Кроме того, совсем недавно местные мальчишки получили новое мини-футбольное поле, а в ближайшее время в селе появится еще и новый физкультурно-здоровительный комплекс. Осман Казаков, Анзорка, Широков, Вести, Кабардино-Балкария. До начала ежегодного фестиваля Кавказские игры остаются считанные дни. Кабардино-Балкария практически завершила подготовку к этому значимому спортивному форуму. Сегодня на площади Абхазии начался монтаж национально-этнографических подворий. Представлены в день основных состязаний здесь будут все семь регионов округа. Ну а первыми к сбору конструкций в Нальчике приступили Чеченская республика и хозяйка прошлых Кавказских игр Карачаева-Черкесия. Секретов раскрывать в нашей съемочной группе они не стали. Руководитель Карачаева-Черкесской делегации, первый замминистра экономического развития КЧР Хасан Бимисроков, ограничился лишь общей информацией. Удивить участников соревнований и многочисленных гостей они рассчитывают изделиями народных мастеров. Я считаю, что все республики должны проводить данное мероприятие, то есть фестиваль Кавказских игр. Пусть это будет следующее Дагестан, Ингушетия. Готовят сюрприз и в Министерстве культуры Кабардино-Балкарии, причем с не меньшей таинственностью. Тем временем рядом торопятся завершить работу асфальтоукладчики. Площадь к соревнованиям, шутят дорожники, должна стать гладкой, как стеклышко. Напомню, честь провести Кавказские игры республике выпала благодаря прошлогодней командной победе в Карачаево-Черкесии. Деревья ошиблись сезоном. В станице Александровской майского района вдоль церковной ограды зацвела сирень. Явление редкое, но такое бывает, говорят специалисты-фенологи. Особенно после засухи. Летом сирень уходит в состоянии покоя, а как только в регион приходит влага, у нее начинается период цветения. Также себя могут вести каштаны и акация. Некоторые ботаники склонны объяснять этот факт еще и холодной весной. Многие деревья просто не успели отцвести по-настоящему. Слишком рано ушли на покой и сейчас восполняют упущенные. Никакого вреда растениям это не приносит. Ну а по народным приметам, цветущая в сентябре сирень обещает нам теплую и долгую осень. Это вся информация к этому часу. Новая информация уже в 19 часов 40 минут. А я напомню все новости нашей программы также на сайте вести.кбр.ру. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. По данным информационного агентства Митя новости, в предстоящие сутки на территории республики без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе воздух прогреется до 24 градусов. А в горах ясно у подножия Бруса плюс 16. В Тернаузе столбики термометров приблизятся к отметке 19 выше нуля. В Акстане, Чигеме и Норткале сухая солнечная температура в пределах 25-27 градусов. Такая же погода и в Прохладинском и Майском районах. В Терском и Лискинском также без осадков и облаков плюс 27. В Черекском районе около 25 тепла, в Нальчике ясно и плюс 26. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду.